шалом друзья я израиль парибский раввины блогер из могилёва мы ответим сегодня на вопрос зачем евреи носят эту штуку на голове зачем евреям кипа что это кто это придумал почему тора заставляет евреев носить кипу сюрприз кипа не нужна и это кипа тоже не нужна вообще в принципе никакая и это особо не нужна что да нужно покрывать голову вот есть такой обычай итог то ли нигде не написано не бог не моисей никогда не говорили евреям покрывайте голову это евреи сами приняли такой обычай по всему миру евреи покрывают голову что это символизирует что это означает дело в том что одежда наша это знак нашего уважения по отношению к тем кто на нас смотрит представьте себе я бы выступал голый это было бы неуважение к вам но голову мы не покрываем потому что кому он кто на нас там сверху смотрит а покрывая голову мы себе напоминаем что все-таки на нас смотрят сверху и тоже таким образом как бы выражаем почет что мы так сказать помним что мы под настоит постоянным подозрами контроля в основном в большей части во время молитв всех во время произведения богословения время посещения синагоги это у всех евреев мира у всех евреев мира покрывают все принято покрывать голову также большинство евреев большинство общин также на протяжении всего дня покрывают голову хотя есть меньшинство общин которых это не принято но в большинстве общин большинства евреев, кошерных, по всему миру принято все-таки покрывать голову на протяжении всего дня. Что делать, если человек работает в таком месте, что ему по работе не совсем, его не поймут, если он будет покрывать голову. В таком случае он может действительно работать без головного убора, но как только он выходит с работы, ему тут же действительно необходимо надеть шляп, надеть кипу, надеть любой головной убор. Вот и все. Это суть того, почему и как евреи носят кипу. Спасибо большое. Обязательно лайкайте и задавайте вопросы, что вам интересно еще узнать о иудаизме. Следите за нашими публикациями. Шалом!